Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня новое видео. Название его таково. Так закисляться нам или ощелачиваться? PH крови и кислотно-щелочной баланс. И совсем скоро вы узнаете, в чем же истина, говоря о надобности закисления или ощелачивания. Кто прав и в чем именно? Что такое PH? Какие среды в организме в норме кислые, а какие щелочные? И почему PH мочи мерить бесполезно? Зачем нужна буферная система? Какие проблемы вызывают избытки кислот и щелочей? И что вызывает сам избыток в организме кислот и щелочей? Дефицит калия и гипогликемии. Мой вопрос к зрителям. А также важный тест по бутейко и важные советы от меня. Начинаю. Болотов и его духовные ученики, вроде друзяка, говорят, надо закисляться. Хотя некоторые продукты, которые на самом деле защелачивают, они причисляют к закисляющим, вроде лимона. И все те, что содержат органические кислоты. А ведь они, хоть и кислоты, но в итоге биохимических реакций в нашем организме, они защелачивают его. И об этом я подробно говорил в своем анализе лекции Жданова про теорию друзяка. Можете потом ее посмотреть. А вот Лапо, Нюм и Вакен и все натуропаты, вроде Нормана Окера, Шелтона и других, говорили про надобность защелачивания. Так в чем же истина? А она всегда одна. И она в природе, в процессах, которые идут в организме и не зависят от нашей с вами веры и от наших неполных знаний. Что я имею в виду? Да норму реакции я имею в виду. Норма реакции, дорогие товарищи, это предел, в котором может существовать данный признак. В данном случае PH внутренней среды организма. Особенно главной нашей системы, нашей жидкой соединительной ткани, крови. А там всегда PH в интервалах 7,35,7,45. А что же такое PH? А PH это водородный показатель, если говорить совсем кратко. В своих ранних лекциях я об этом говорил подробнее. Другими словами, это показатель кислоты или щелочи. PH равное 7, это нейтральная среда. Если PH понижается, кислотность становится выше. А когда PH повышается и становится более 7, то среда становится щелочной. При подъеме или опускании PH, скажем, с 7 единиц до 8, или с 7 до 6 единиц, изменения происходят в 10 раз при подъеме или опускании шкалы PH всего на 1 единицу. То есть, таким образом скажем, при подъеме PH с 7,3 до 7,4, PH поднимается в 2 раза. PH организма контролирует почки и надпочечники. А чрезмерные показатели PH это ацидоз, то есть закисление, и алкалоз, то есть защелачивание. PH нашей с вами крови, и это главный маркер всего. Всегда, без исключения, в любых случаях, находится в диапазоне 7,3-7,5. За эти показатели, вверх и вниз, кома и смерть. Обычно PH крови 7,43, и организм в случае закисления или защелачивания в любом случае будет забирать или отдавать определенные вещества, чтобы любой ценой не допустить изменения PH крови. Даже в случае закисления потери щелочных минералов и разрушением костной ткани. Иначе смерть. Таким образом, норма реакции обеспечивает гомеостаз крови, то есть постоянство внутренней среды организма. Ну и, конечно же, гомеостаз PH любых иных тканей. А вот теперь об этом поговорим. Какие же среды и жидкости в нашем организме кислотные, а какие щелочные? И это вне зависимости от наших желаний, верований или протестов. Итак, щелочными являются следующие среды в нашем организме. Это кровь, межтканевая и межклеточная жидкость. Это лимфа, которой в нашем организме в три раза больше, чем крови. Это спинномозговая жидкость, это слезы, это слюна, это ликвор нашего мозга, это панкреатические соки и желчь и многие другие. Это просто так есть, это факт. Значит, это так нужно. И кто спрашивается, прав? И надо ли закислять то, что должно быть по природе щелочным? Надо ли идти против природы? Например, в 12-перстную кишку выходит общий желчный проток, по которому в 12-перстную кишку поступает желчь, а также панкреатические соки с ферментами и гормонами поджелудочной железы. А какая их среда? Ну, от желчи и панкреатических соков, да сверхщелочная. 8,8,6 pH. А для чего спрашивается так? Зачем такая pH-среда? Очень просто, в организме нет ничего ненужного, ничего лишнего и ничего сложного на самом деле. А нужна такая pH этих сред для нейтрализации кислоты желудочного сока, поступающей с пищей из желудка. Иначе, если бы не хватило щелочной среды, желчи и панкреатических соков, то в 12-перстной кишке будут просто язвы. Понятно? Ну, конечно, не только для этого. Еще для того, к примеру, что только в щелочной среде перевариваются углеводы, а ферменты поджелудочной железы щелочные не просто так. И потому, это еще и ответ на мой вопрос, а можно ли и нужно ли есть мясо? Нет, не стоит, так как оно полностью не переваривается в желудке. А в 12-перстной кишке уже среда, как вы знаете, щелочная. А для переваривания мяса нужна именно кислая среда. Еще один нюанс. Слюна тоже щелочная. И она имеет фермент птиолин, то есть слюную амилазу. А почему щелочная среда должна быть во рту, где и начинается наше пищеварение? А потому что птиолин начинает в ротовой полости переваривать углеводы. И именно в ротовой полости начинается наше пищеварение, а не в желудке. А еще почему щелочная среда в ротовой полости? Чтобы зубы не разъедались кислотой, а ведь зубам, состоящим из щелочных минералов, вредит кислая среда, возникающая от жизнедеятельности бактерий при неправильном питании и плохой гигиене полости рта. Но об этом у меня, впрочем, есть два видео на моем канале. Вот это все, дорогие друзья, и есть звенья одной цепи. Все логично, все обосновано, все последовательно. Ну, а есть ли у нас кислые среды организма? Конечно же, да. И они ведь тоже нужны и существуют не просто так. Но сами судите, какие и почему. Итак, PH желудочного сока должна быть в норме 1,3, то есть сверхкислотная. И это естественно, так как у желудка есть две основных функции. Первая – это защитный барьер, то есть дезинфекция, уничтожение, переваривание случайно попавших к нам с пищей в организм, паразитов, грибков, микромицетов, бактерий и вирусов, то есть вполне себе белковых тел. А в сверхкислой среде желудка они погибают, если, конечно, вы не смешиваете белковую пищу с быстрыми углеводами, сахарами. И если вы не едите много пищи за один прием. Я про эти очень важные вопросы подробно поясняю в моей лекции раздельное питание. Непременно посмотрите ее после этого видео. Ну а вторая главная функция желудка – это расщепление сложных, то есть высокомолекулярных белков до более простых полипептидных участков белковых молекул и до аминокислот частично. То есть в том числе разбирая и животные белки. Хотя, в отличие от большинства растительных белков, животные белки сложнее и труднее поддаются обработке желудочному соку и ферменту пепсину. Так как это не заложено природой в нас, поскольку мы по типу питания плодоядные существа, а мясо и прочие животные продукты вовсе не являются нашей физиологической пищей. К тому же у большинства людей в наши дни по аж желудочного сока не 1,3, как должно быть, а 3,4. И потому животная пища переваривается в желудках теперь, тем более не полностью, а ее часть в почти непереваренном виде проходит далее по ЖКТ, в следующий ее отдел, а именно в 12-перстную кишку, то есть в первый отдел тонкого кишечника. И там уже, как я и говорил, в щелочной среде 12-перстной кишки, даже несмотря на фермент трепсин, который выделяет поджелудочная железа, вот эти самые полипептидные участки белковых молекул, полностью не переваренных в желудке, не могут уже полностью перевариться в 12-перстной кишке до аминокислот на 100%, и частично непереваренными всасываются в кровь, вызывая защитную аутоиммунную реакцию нашего организма, которая называется антиген-антитела. В результате фагоцитоза которого в организме образуются гнойные токсины и трупные яды, то есть различные кадаверины, путрисцины и прочие токсины, не полностью удаляющиеся из нашего организма и отравляющие весь организм, вызывая клеточные мутации. При потреблении мяса и других животных белков среда организма всегда закисляется, ну из-за избытка и распада продуктов азота, что естественно. И вот чтобы вернуть норму реакции в ее природные пределы, организм расходует щелочные металлы, то есть макроэлементы, кальций, магний и другие. А при их дефиците из пищи, да и в любом случае, в тех или иных количествах, они берутся и из костной ткани в том числе. Да откуда получится, оттуда и берутся, чтобы только у человека не менялся PH крови и не было бы комы и смерти. Так организм защищает главную систему кровеносную даже в ущерб другим системам организма. Да, кстати, если кого-то из вас интересует тема жизни на земле, на природе, то обязательно подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Вот он. Вы можете на него также подписаться, перейдя на этот канал, посмотрите очень интересные видео на нем, особенно последние. Я думаю, что вам будет и интересно, и приятно его смотреть. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с YouTube такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле «Подписаться». Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку «Подписаться». И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. А где, кроме PH желудка, еще кислые среды у нас в организме? В надпочечниках кислая среда, в толстом кишечнике 5-5,5 PH. Пот и моча тоже кислые, так как они выводят из организма через кожу и почки, в том числе продукты распада азота, главного закислителя нашего организма. То есть как раз продукты метаболизма тех животных белков, которые люди в последние десятилетия потребляют в неистовых количествах, убивая себя раньше времени. Наверное, вы слышали, и это абсолютная правда, что рак, онкология, вызывается именно в кислой среде. А также в кислой среде возникают отеки и различные воспаления, а также в кислой среде он и усугубляются. Великий ученый Отто Варбург, дважды лауреат Нобелевской премии, писал, что раковые клетки не держат щелочи. И его коллеги-онкологи еще сто лет назад, обрабатывая операционные поля после удаления раковых опухолей каустической содой, то есть щелочью, как правило, не наблюдали метастазирования. Вы все также слышали про пользу соды, про итальянца, которого преследуют, который лечил рак содой. Скажу вам наперед, в этой теме есть много неточностей, и чтобы вы понимали, что к чему, знали, что есть правда, как это работает, когда соду принимать стоит, можно, а когда не нужно, и какую именно соду, вам имеет смысл посмотреть мое видео с сода. Непременно его посмотрите, ссылочка будет в описании. Теперь еще несколько важных тезисов, кратких и советов. PH мочи бесполезно мерить лакмусовыми бумажками. Моча всегда должна быть кислой, дорогие друзья, так как почки выделяют в том числе распад белков, а белки не обязательно поступают из пищи, хотя они в любом случае из пищи поступают в том или ином количестве, но и ткани наши обмениваются. Если моча стала щелочной, это проблема, значит почки у вас плохо работают, она всегда должна быть кислой. PH крови мерить тоже смысла нет, она всегда щелочная, и точные показатели я говорил выше, но тем не менее, их, если захотите, можно определить точными, только в лаборатории. Белковая пища, знаете, вызывает закисление, а такие проблемы, как остеопороз, одно из последствий белковых закислений. Но чтобы разобраться в этом вопросе, посмотрите непременно мою лекцию, главную мою лекцию о молоке, вот эту. Раковые опухоли растут в кислой среде и питаются глюкозой и сами образуют кислоты, то есть сами раковые клетки образуют кислую среду для себя, им необходима кислая среда. Хронические воспалительные заболевания возникают при потреблении высокобелковых продуктов и зерновых, а убираются многие воспаления устранением этих продуктов из рациона питания, а также белков лектинов и высокомолекулярного белка козеина. Сладости, сласти тоже вызывают воспалительный процесс. Еще очень важный постулат. Вообще, сильно закислить организм для здорового организма, и тут важно подчеркнуть, из-за наличия именно буферных систем, защитных систем организма, трудно. Но если организм болен, ослаблен, его резервы истощены, тогда легко закислить организм. И здесь нет противоречий. Теперь я надеюсь, вы понимаете, почему. Немного о буферной системе и пример ее работы по устранению токсичных веществ и регуляции PH организма. В результате обменных процессов буферная система нашего организма исправляет отклонение PH от нормы реакции. А каковы же конечные продукты обмена веществ, в том числе влияющие на PH? Во-первых, это углекислый газ, это угольная и молочная кислота, а эти остатки обменных процессов обязательно должны быть утилизированы. Некоторые белки связывают эти кислоты и выводят через почки. Плюс к тому, легкие выводят углекислый газ из организма, тем самым ощелачивая его. Почки выводят кислоты, мочевину, потому моча всегда кислая и должна быть кислая, так как обменные процессы идут всегда, пока человек жив. Почки также вырабатывают бикарбонат, HCO3. А ионы водорода, которые отчасти производит сам наш организм, связывают и превращают бикарбонат в угольную кислоту, H2CO3. Затем угольная кислота распадается на CO2 и H2O, то есть углекислый газ и воду. CO2 удаляется легкими, а почки продолжают дальше вырабатывать бикарбонаты. Это и есть часть буферной системы. На практике же степень быстроты этих процессов, то есть хорошо ли работает буферная система, можно определить, меняя интенсивность физических нагрузок. Чем выше нагрузка, тот же бег, к примеру, тем частота дыхания выше, так как больше требуется кислорода и больше выделяется углекислого газа. И тем больше нужно кислорода, значит больше нужно и ионов водорода. Поэтому для правильной работы почек нужно достаточное количество ионов водорода, а их при нашей искусственной городской жизни большинства общества недостаточно. Непременно читайте книгу доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак». И смотрите мои видео по теме водородной воды непременно. Сделайте такой эксперимент, вот попробуйте до ваших физических нагрузок, у кого они, конечно же, есть, выпить водородную воду, и вы увидите, насколько больше вы сможете сделать подходов к тем или иным упражнениям. Или насколько у вас увеличится выносливость в сравнении с прошлыми днями при той же нагрузке, когда вы не пили водородную воду. Вот проверьте. И непременно посмотрите мое видео про живую воду, вот это последнее мое видео на эту тему. Кстати, уважаемые зрители, напишите мне вот здесь под этим видео, стоит ли мне сделать видео с таким названием, о чем говорит отрыжка и изжога, и как ее убрать. А ведь это очень важная тема, касается она многих, и вроде бы мелочь ни о чем, но это нарушение пищеварения и обменных процессов. И важно, на мой взгляд, каждому человеку знать, как же просто простыми методами можно исправить эту проблему, и исправя ее, что же вы исправите тем самым. Вот напишите, да я хочу или не хочу, чтобы вы сделали видео, о чем же говорит отрыжка и изжога. Если таких писем наберется не менее трех тысяч, то тогда я сделаю данное видео обязательно. А потому, если вам интересно, не ленитесь и напишите, о чем я вас просил только что, под этим видео. Ну а теперь я расскажу вам про избытки кислоты и избытки щелочи. Начну с избытка кислоты. Кстати, именно избыток кислоты вызывает сухой кашель. А потому, кстати, кальций снижает кашель. Но не карбонат кальция, а именно органические его варианты, формы, арогонит, цитрат кальция и прочее. Помните, что вода с карбонатами, с солями жесткости вредна. А закисление организма вызывает что? Например, аритмии, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, сонливость, упадок сил. И это все из-за избытка кислот. Если вам не получается заснуть из-за переживания, тревожности, причина, как правило, та же. И кальций в этом может помочь. Если у вас есть глубокие или частые вздохи по вечерам, и вам не хватает при этом воздуха, как бы, ну потому и вздохи такие глубокие, либо частые, то это явный симптом повышенной кислотности. Почему так? А вот почему. И я как раз перехожу к обещанному тесту по бутейко. В конце 80-х годов в нашей стране широко шагали методы бутейко поверхностного дыхания. Но суть теста заключается в следующем. Попробуйте на выдохе задержать свое дыхание и посчитайте, сколько секунд или минут вы продержитесь до вдоха. Если менее 30 секунд, у вас избыточная кислотность и состояние здоровья не очень. То есть у вас избыток кислоты. А при учащенном дыхании избыток кислоты в виде СО2, что делает? Хоть как-то удаляется из организма. Тем самым опуская общую избыточную кислотность и поднимая тем самым ощелачивание. При избытке кислот кислород расходуется быстрее на работу буферных систем и не только на этом. А норма удержания дыхания на выдохе 1 минута и более. Если у вас дыхание неглубокое и нечастое, то вам кислорода хватает. А теперь немного про избыток щелочи. При защелачивании организма происходит снижение уровня калия. Организм при защелачивании плохо усваивает калий, а также ниже нормы усваивает и кальций. А при недостатке калия вам хочется есть сладкое? Вспомните, чем подкармливают садоводы, ну или по крайней мере профессионалы от садоводства, ту же клубнику, да и все плодовые растения, когда хотят, чтобы эти плоды были сладкими. А калием, именно калием, либо заводского производства, либо залой, который содержит много калия. Если у вас сводят ноги, спазмируют мышцы ног. Если у вас аритмия, если у вас происходит поддергивание век и другие спазмы, явные и незримые, то у вас точно есть дефицит калия и кальция. Большинство плодов, овощи, зелень защелачивают, помните это. Но при избытке щелочей иммунитет тоже ослабевает. Мой вам совет, принимайте только натуральный, а не синтетический витамин С. А перед едой обязательно принимайте яблочный уксус. Я рекомендую чайную ложечку натурального только яблочного уксуса на одну треть стакана чуть теплой воды перед каждым приемом пищи. Кстати, при защелачивании возникает еще и гипотериоз и отложение кальция на костях и суставах. Не хотите этого? Пейте яблочный уксус до еды. И непременно посмотрите мое видео про яблочный уксус. Пару слов еще скажу про дефицит калия. При дефиците калия вам все время будет хотеться есть сладкое, так как у вас ухудшается процесс гликолиза и возникает гипогликемия. Особенно, если вы пропустили привычный для вас прием пищи, то уровень глюкозы быстро падает, тогда вы можете быть раздражены и чуть ли не падаете в обморок. Это показатель преддиабетического состояния. И тогда у вас точно повышенная кислотность. Как и при диабете, при гипогликемии возникает повышенная кислотность, которая разрушает регулирующий буферный PH-баланс механизм организма. Исключите непременно пустые углеводы из вашего рациона питания. То есть все хлебобулочные изделия, макароны и все, что из муки. Рис, картофель и прочие вареные крахмалы. И естественно сахар. То есть то, что повышает кислотность. А самое главное, такая пища убивает поджелудочную железу, особенно сладости. Не ждите, пока вы ее погубите и себя заодно. А что вызывает избыток кислоты в организме, то есть его закисление? Первое, это неправильный кетоз. Неадекватные кетопитания, вроде различных мясных диет типа Аткинса и так далее. Потом, кетоз может вызывать избыток кислоты, конечно. Но если вы не едите сладкое, но едите длинные углеводы, богатые живой клетчаткой, вроде зелени, несладкие овощи, то закисления не будет. И кетоз тогда будет здоровым. Второе, у вас много белков в питании, особенно молока, творога, сыра, этих сильно закисляющих продуктов. Ну и конечно же мясо. И третье, вы едите много сладкого и вареных крахмалов. А что же вызывает избыток щелочи в организме, то есть что защелачивает? Во-первых, как ни странно, это стрессы, потому что кортизол вызывает избыток щелочи, так как из мочи начинает выводиться кислот больше, чем обычно, а значит происходит защелачивание. Второе, антибиотики, цитостатики губят кишечную микрофлору, в том числе выделяющую кислоты, значит в определенных случаях повышается щелочность. Ну и третье, это чрезмерное питье щелочной воды и потребление антоцидов, так как они меняют PH желудочного сока. Так какое же есть питание для правильного баланса PH? Для нормального функционирования нормы реакции буфера и буферной системы. Я советую перейти на веганское кето-питание, но только разумное, без дефицита питательных веществ. Питание должно быть интервальное, 6-18 в идеале. Калорийность пищи умеренная, но достаточная. Должна быть высокая пищевая ценность цельных продуктов питания, без химии. Обязательные добавки, которые восполнят дефицит питательных веществ в почвах и растениях. Это и хлорелла, спирулина, фукус гелеобразной форме натив и только такой. Это дегидрокварцетин, это куркума с черным перцем, диатомид, который содержит органические кремнии. Ну а также аптечные некоторые витамины и минералы, например, витамин D3, витамин К2, В12, кому это требуется, цинк. Ну и по результатам анализов, возможно, что-то еще. Не нужно есть мясо. Но если вы не веган, то оставьте в рационе питание только яйца, но только от кур свободного выпаса. И молочные жиры, например, сливочное масло, жирные сливки и сметану. От коров только травяного от корма. Но не цельное молоко, творог и сыр, эти концентраты молочного белка казеина. Ешьте такие жиры, как авокадо, органическое кокосовое, органовое, льняное, оливковые масла. Они желательны. Проращивайте семена брокколи и ешьте микрозелень. Посмотрите мою лекцию брокколи. Ешьте больше крестоцветных, разной виды капусты. Квашеную капусту. Обязательно посмотрите мое видео про квашеную капусту. Ешьте больше зелени, которая является не только кладезем витаминов и минералов, но и является пробиотиком. Посмотрите мое видео про клетчатку. Что касается белка, то, во-первых, это некоторые виды орехов, например, грецкие, пекан, фундук, кедровые, ну и прочее. Только не ешьте кишью и арахис, потому что это не орехи, а бобовые. И там очень много белков лектинов, которые вызывают воспаление. Ешьте очищенные семена конопли и конопляный протеин, или вот этот протеин 4 в 1, с повышенным количеством аминокислот, аргинина и трептофана. Непременно ешьте дикоросы, хотя бы сезонно, это крапива, сныть, молодые побеги, папоротник орлика, там много кремния тоже, и спаржи, и черемши. Ешьте немного сезонных ягод, совсем немного меда, но высокой концентрации полезных свойств меда, а я говорю именно о диком меде, бортевом. И уж если есть, то только такой. Да, я уже обещал сделать видео под таким названием, а что же тогда есть? Вот там как раз я и отвечу на все вопросы, которые еще могут быть в этой теме, действительно у некоторых людей, что же тогда есть. Дам список, составлю рационы, приведу примеры и тому подобное. Так что непременно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео, и, конечно, не пропустите в таком случае и это. И вот сейчас в конце этого видео я хочу дать вам мои непременные рекомендации. Обязательно посмотрите следующие мои видео. Инсулин и инсулинорезистентность, раздельное питание, кетодиета, жданов о теории друзьяка, калории, интервальное голодание, как убрать живот, бока жир, аутофагия, яблочный уксус, дисбактериоз, куркума, почему нельзя есть после 16.00, чистим сосуды, укрепляем сердце и плохая память. А также вот эти видео, о которых я говорил в сегодняшней моей лекции, и сейчас для напоминания вы увидите их на своих экранах. Напоминаю, что все ссылки на эти видео будут доступны под этим видео, которое вы сейчас досматриваете. Ну а на этом на сегодня, пожалуй, все. Поддержите мое видео и мой канал лайками, не ленитесь, пожалуйста, писать комментарии. Ну и увидимся в новых видео. Всего хорошего, до свидания.